Добрый день! Хочу обратиться ко всем с разъяснением ситуации, которая сложилась в последние несколько дней и немножко развеять те невероятные истории, которые распространяются, в том числе в сети интернет и в народе. Первый вопрос, который я хочу отметить по поводу моего похищения. Никакого похищения не было. На самом деле, там обладение, где мы проживаем, приехали родственники погибших Шамбо и Авицбо, которые хотели, чтобы мы переговорили. У них были вопросы, на которые они хотели получить ответ. В ходе разговора мы обсуждали вопросы хода уголовного дела, большая часть которых на сегодняшний день является достоянием всей общественности по какой-то причине. Их интересовали лица, которые были причастны к совершению преступления. В ходе разговора, тогда и сейчас хочу отдельно подчеркнуть, тогда было сказано, и сейчас я это говорю. Уголовное дело в настоящее время расследуется. Говорить о том, что какие-то конкретные лица, причастны к совершению этого убийства, невозможно, потому что никаких доказательств, свидетельствующих об этом, нет. Нет, я им объяснил, что МВД Республики Абхазии на тот момент, когда мы занимали наши посты, проверяла все версии, которые так или иначе обсуждались и в народе, и в средствах массовой информации. Наша работа заключалась именно в этом. Мы должны были перепроверять это все. Мы проверяли. И те фамилии, которые на сегодняшний день муссируются всеми, которых подозревают в совершении этих преступлений. Мы обсуждали этот момент, и я им сказал всем, и сейчас еще раз повторю, что мы проверяем все версии, но доказательств причастности конкретного лица, о котором можно разговаривать, нет сейчас. Хотя на тот момент, когда мы освобождали наши должности, во всяком случае, не было. Возможно, сейчас у кого-то что-то и появится. Я только буду рад. Очень много слухов касаемо нашей причастности к тем или иным каким-то странным заговорам и другим вопросам. Хочу сразу развеять эту ситуацию. Расследованием этого уголовного дела занимаются как минимум четыре структуры. Я имею в виду городская прокуратура, генеральная прокуратура, СГБ, МВД. Поэтому спрятать какие-то факты, как люди обсуждают в интернете, говорят громогласно, обвиняют людей, невозможно. Мы обсуждали версии, которые были у нас, которые были у них. Да, задавались вопросы. Назывались фамилиями. Я еще раз хочу подчеркнуть, никаких доказательств причастности конкретных лиц совершения этого преступления пока нет. За исключением тех моментов, которые уже находятся в уголовном деле, которым дана правовая оценка и которые уже расследуются. Хочу пояснить, что никакой секретной информации, которую сегодня хотят ко мне пририсовать, там не было. И у меня сложилось впечатление, что на самом деле, возможно, у них даже больше информации, чем у нас. Поэтому не надо клеить людям ярлыки и говорить на них ненужные вещи. Что касается последующих публикаций, развиваются массовые слухи, распространяются анонимами. По республике, среди народа распространяются. По поводу какой-то причастности моей или кого-то еще. Я очень бы попросил этих людей. Мне очень интересно, кто занимается этим вопросом. И больше всего мне интересно, для чего это делается и кем. Если кто-то собирается за счет нас, за счет меня конкретно, решить свои какие-то вопросы, я считаю, что это неправильно. За последние дни у нас состоялось несколько встреч, связанных с тем, что дезинформация, которая была передана людям, приводила к тому, что люди интересовались, что происходит. Я вам еще раз говорю, не надо переворачивать мои слова. И люди, кому вы передаете, они все равно приходят ко мне. Не надо использовать то, чего не было. Не надо переиначивать слова. Что касается последних публикаций о моей какой-то связи с Ардземба, там, не знаю, девочкой, которая погибла. Неужели вы не боитесь Всевышнего? Зачем так говорить? Где это? У кого есть эта информация? Кто обладает доказательствами по этой информации? Зачем такие вещи вообще публиковать и говорить? Побойтесь Бога в конце до концов. Я не знаю, кто пытается использовать эту ситуацию. И мне самому очень интересно теперь это узнать. Не надо переворачивать действительность. Вот это мое мнение, я так думаю. Что касается работы милиции в той части, в которой нас пытаются кто-то пытается обвинить. Милиционеру недостаточно знать, услышать. Ему необходимо это доказать. Для того, чтобы говорить об этом, в том числе публично, необходимы веские доказательства, которые проходят несколько этапов доказательств. В том числе и в суде, конечная точка доказанного не процесса. Поэтому огромная просьба ко всем. Не поддавайтесь на вот эти провокации. Я не знаю, кто это делает. Я не знаю, зачем это делает. Для меня и для моей семьи на сегодняшний день это очень интересно. И для нас это принципиальная ситуация. Мы хотим понять, кто пытается это сделать. Поэтому огромная просьба. Не разносите слухи. Что касается того, что я уехал. Меня нет на территории Абхазии. Я никуда не уехал. Я нахожусь здесь. И что подтвердило последние несколько дней. Люди, которые хотели ко мне прийти и спросить что-то у меня. Они приходили и спрашивали, я никуда не убегал. И не собираюсь убегать в этой ситуации. Да, у меня куча вопросов. Да, у меня ситуация, которая была связана с моим днем рождения. Я хотел поехать к семье. Но из-за того, что эта ситуация так сложилась. И чтобы завтра кто-то мне вслед ничего не сказал. Касаемо того, вот он сбежал. Я нахожусь здесь. Поэтому огромная просьба ко всем. Перестаньте муссировать слухи и невероятные небелицы. Которые разносятся в том числе в сети интернет. Это неправильно. У меня складывается впечатление, что кто-то профессионально пытается раскачать ситуацию. Использовать ее ситуацию. И добиться каких-то результатов. Я до сих пор не понимаю, какие результаты и кому из этой ситуации нужны. Исходя из того, что происходит. Но вот эти анонимы, которые занимаются распространением этой информации. Видимо не просто так все это делается. Видимо кто-то за ними стоит. И мне очень интересно для себя и для моей семьи, что происходит. И почему это происходит. Я обязательно профессионально займусь этим вопросом. Для меня это принципиальный вопрос. Для меня это важно.